Здравствуйте, меня зовут Андрей Дриггер и это коммунальный патруль на телеканале ТОЛК и в этом выпуске. Чей провал? На проезде рядом с Павловским трактом асфальт рухнул под землю. Кто будет чинить? Поставить на счетчик. Как учетное оборудование помогает сэкономить, если в квартире никто не живет? Не ваши проблемы, в каких случаях даже батареи в квартирах должны менять за счет содержания жилья? А в начале выпуска мы напоминаем, на нашем портале работает интерактивная карта коммунальных проблем города. Вы можете отправить нам вашу заявку и ваш сигнал появится на этой карте. Заходите на сайт толкnews.ru, на вкладку телевидения, нажимайте на значок «Рассказать о проблеме» и заполняйте форму. Сегодня на карте появилась точка на проезде Рыбозаводском, прямо на проезжей части, в 10 метрах от Павловского тракта. Там уже больше месяца назад асфальт на несколько метров провалился под землю. С тех пор жители пишут письма и обращения, но инстанции не могут поделить ответственность. Мы побывали на месте провала и попытались разобраться в проблеме. На ровном месте асфальт на проезде Рыбозаводском просто ушел под землю. Здесь был серьезный трафик. Во-первых, на 90 домов только один выезд. Во-вторых, с Павловского тракта едут покупатели на местную оптовую базу. Но чинить дорогу никто не спешит. «Восьмого апреля мы заметили небольшое образование, вот эту яму, а уже к вечеру, восьмого апреля, яма была 2 на 2 и глубиной 3 метра. Собственными силами мы поставили вот это ограждение и стали, значит, сообщили в администрацию железнодорожного района, в МЧС и в аварийную водоканалу». В МЧС сказали, что проблемой займется аварийная служба водоканала. 16 апреля привезли песок и засыпали яму. По словам жителей, так весь камаз песка вслед за асфальтом ушел под землю. После этого, говорят, местный водоканал от ответственности отказался. 30-го мне поступил звонок с аварийной водоканала. Нам сказали так. Вы знаете, а это не наша территория. А территория принадлежит вот этому дому. Я говорю, дорога муниципальная по Паловскому тракту может принадлежать. Но вы знаете, мы вам ответить ничего не можем. Дорога, конечно, муниципальная. Судя по кадастровому реестру, яма принадлежит городу. Администрация железнодорожного района этот очевидный факт тоже не отрицала. Зато в официальном ответе заверила жителей, что все уже готово. Организации ООО «Барнаульский водоканал» 16 апреля выполнены работы по подсыпке песком и щебнем провала на проезжей. Работы по асфальтированию указанного участка дороги будут выполнены при наступлении благоприятных погодных условий. Благоприятные условия 16 апреля уже наступали. Но асфальтировать пока никто не собирается. Да и нечего. Сначала яму нужно по-настоящему засыпать щебнем и песком. До тех пор от провала прохожих и автомобилистов спасает ограждение, установленное жителями проезда. Видимо, обходиться подручными средствами им не привыкать. В 89-м году мы сюда переехали жить. У нас было освещение здесь. Новые столбы поменяли уже давно. Освещения никакого нет. То есть не заменили, не поставили ничего. Обращались, когда газ сделали администрации, чтобы нам тут сделали освещение. Восыны не там. По асфальтированию тоже в порядке очереди. Когда наша очередь придет, тут, не знаю, на сто лет нам придется ждать. Освещение проезда – это отдельная тема. Если коротко, чего просто нет. Впрочем, асфальта тоже. Тот последний клочок, где он был, как раз обрушился. На месте провала был колодец. Судя по всему, содержанием колодцев на всем проезде никто не занимается. Между тем, провал растет. Провал идет дальше, вот сюда вот. Здесь не было ничего. Жители боятся, что если разрушение пойдет дальше, то будет много проблем. Например, у владельца крупной оптовой базы на Рыбозаводском. Ведь у вас как раз работа базы зависит от того, насколько хорош трафик. То есть у вас постоянно поставка продукции. Постоянно поставка продукции. Народ едет за товаром. Разгрузка товара и так далее, и так далее. Одно единственное место, где может проехать машина. Сегодня почти затор. У кого-то бизнес, у кого-то дети. Каждый боится за свое. Остается только вопрос, как решить проблему максимально оперативно. Если это земля муниципальная. То есть, например, если там двое частных домов, между ними дорога муниципальная, то именно муниципалитет выдает ресурсоснабжающей организации ордер, по которому она уже обязуется сделать ремонт и восстановить, собственно, подорожное покрытие. В случае, в принципе, бездействия органов или ресурсоснабжающей организации необходимо обращаться в прокуратуру для того, чтобы их привлекли к ответственности и уже обязали провести необходимые работы. Прокуратуру жители уже подали и теперь ждут ответа. А коммунальный патруль следит за развитием ситуации. Через месяц вернемся с вами на проезд Рыбозаводской. Посмотрим, как все изменится. Если, конечно, изменится. А пока на несколько мгновений вернемся к одной из предыдущих тем выпусков. Мусорная реформа снова показывает себя во всей красе. Такие фотографии проспекта Коммунаров нам прислали зрители. Буквально несколько недель назад наш корреспондент Анастасия Дороган в специальном сюжете для коммунального патруля рассказывала, что региональный оператор не справляется с обязанностями по вывозу мусора. Но такого яркого подтверждения словам экспертов, которые прозвучали в сюжете, у нас тогда не было. Отдельно стоял вопрос вывоза отходов из районов частных домов. Теперь мы видим, что он организован действительно крайне плохо. Полагаю, мы еще не раз будем возвращаться к теме мусорной реформы. А пока расскажем, как можно сэкономить на коммунальных услугах, начисляемых на квартиру, в которой никто не живет. Об этом расскажут юристы сферы ЖКХ Дмитрий Лебедь. Начиная с 2018 года в адрес многих управляющих компаний стали поступать заявления касаемо вопросов по перерасчету в квартирах, которых никто не прописан. Но вопросом главным данных заявлений стало то, что как так, что никто не прописан, а у меня начисление идет по воде, как на одного человека или на нескольких даже. Ответ здесь прост, он заключается в том, что законодатель для стимуляции граждан к установке приборов учета индивидуальных, то есть в квартирах на воду, сделал так, что если в квартире никто не прописан и нету прибора учета, то начисление там будет происходить по количеству собственников. То есть, например, если вы владеете пятью квартирами, ну так получилось, то в каждой из ваших квартир, у вас там никто не прописан, в каждой из ваших квартир будет начисление по на одного идти на воду. Какой выход? Выход установить прибор учета. И тогда не будет начисления никаких. Ну, то есть, точнее, будет начисление по количеству именно потребленной воды по прибору учета. Большая проблема, то есть, у граждан происходит, когда, например, покупают квартиру, там временно или временно никого не прописали, а их, например, четыре или пять граждан, которые купили, и у них на четверых аж начисление идет. Выход – быстрее ставить прибор учета. То есть, как только вы покупаете квартиру и знаете, что там никто не будет проживать, допустим, месяц-два, даже если какое-то время маленькое, устанавливаете прибор учета, это вам поможет сэкономить фактически. По соотношению примерно, сколько, ну, так сказать, из твоей практики, сколько осталось людей, которые до сих пор не ставят прибор учета? На самом деле, те, кто не установил приборов учета, сейчас примерно 20-30% из старого фонда. То есть, новый фонд у нас сейчас уже по законодательству оборудуется сразу приборами учета, причем, где это возможно, еще и приборами на отопление. Это вот отдельная тема по поводу приборов на отопление. Сэкономить на практике можно и так, но, как мы знаем, экономии много не бывает, поэтому сейчас мы вам расскажем еще об одном способе сохранить деньги. Как это сделать, если в вашем подъезде требуется, например, заменить почтовые ящики или батареи, а Домком просит скинуться? Мы со специалистом в сфере ЖКХ Николаем Поддубным зашли в проблемный подъезд и нашли много способов экономии, о которых жители не подозревали. В соответствии с правилами, нормами, технического содержания жилищного фонда, значит, кроме того, что должен быть порядок в подъезде, должны быть еще и следить управляющие компании, в том числе и за абонентскими почтовыми ящиками. Абонентские почтовые ящики являются общим имуществом, и они должны следить за ними, при необходимости менять, новое приобретать. К общему имуществу также относятся еще и полотенцесушители, которые находятся в квартирах. Граждане об этом не знают. А также к общему имуществу относятся стояки, в соответствии с пунктом 6 постановления 491, и батареи, радиаторы, которые находятся в квартирах, ну, вот примерно как здесь, старого образца батареи, которые не имеют отсекающих кранов, то есть нельзя перепускать воду, они являются общим имуществом. Те батареи, радиаторы, которые находятся в квартирах, их, если жильцы вышли из строя батареи, протечка там или еще что-либо произошло, должны менять за счет содержания жилья. Поэтому управляющие компании обманывают. То есть и сама батарея, она может быть отремонтированная, она может быть ремонтной, неважно. Но работы обслуживающая организация, управляющая компания, должна оставлять за счет содержания жилья. А для собственника это получается бесплатно. Ваши деньги вам ими и распоряжаться, поэтому если вы знаете, что обслуживающие организации поступили с вами несправедливо, то смело пишите обращение в жилищную инспекцию. А если не помогли и там, тогда обращайтесь к нам, в Коммунальный патруль. Заходите на сайт talknews.ru и в разделе телевидения заполняйте форму, чтобы сообщить о проблеме. Мы выйдем на сигнал бедствия и постараемся вам помочь. Это был Коммунальный патруль. До встречи.